Когда мы поговорим о геннале, который происходит в пространстве, который принадлежит всем, то есть никому, что прекрасно, мы вспоминаем об этой игре. Который задумал, когда кто-то, либо революция, либо господь, я не знаю, но мы продолжаем тем не менее играть. Музей, как места, или дома художников, и художники, как люди, и рамки. То путешествие, которое невероятным образом, Большой Жульверновский, осуществилось год назад, было невероятным, потому что оно принадлежно. Большая команда людей с Афрами, которых объединяло талант, бутырь, бизионерство и общее понимание жизни. Отправились в место, где, мне кажется, нет ничего, кроме мечты о будущем. Я надеюсь, что все, что было сделано внутри этого пути, на протяжении этого пути, было сделано с ощущением полноты жизни. Наличием того воздуха, который необходим каждому человеку, художнику, особенно внутри себя. И самое главное ощущение того, что это все продолжается и будет продолжаться столько, сколько мы этого захотим. Каждый музей – это остров. И в той или иной степени мы пытаемся накачать энергию свободы внутри этих островов. Поэтому музеи, такие как наш, всегда будут рядом с таким человеком, как Саша. Но вы помните, кто написал «Краинственный остров»? Роберт Рюэй Стивенс. Он когда-то сказал, я путешествую не для того, чтобы приехать куда-то, но для того, чтобы ехать. Главное – это движение. И я в жизни всегда путешествую в двух измерениях, в двух пространствах, как минимум. Одно – это индивидуальное пространство мысли, где реальности почти нет. А мечты и иллюзии сливаются в прекрасный сказочный космос, в котором летит как раз таинственный остров гармонии, куда всегда стремится душа в Боге. Другое пространство – это кипящий мир океанов и материков нашей планеты. Когда эти два пространства соединяются в экстазе, то происходит чудесный превращение. И реализуются такие проекты, как Антарктическая биенналь. Антарктическая биенналь не имеет мировых аналогов. Это события, где искусство, наука, путешествия, география приведены к одному общему знаменателю, и чертой дроби служит палуба корабля плывущего края. И здесь, на краю земли, истребляется время и пространство, обрываются связи, и для каждого мореплавателя может иметь место простое и неприложенное положение, которое выражается известной декартовской формой. Я есть. Только здесь, в Антарктиде, мир предстает к нам таким образом, что сразу без усилий становится понятно, что все, что может быть сделано с стороной мира, уже сделано. Теперь дело за тобой, человек творческий и свободный. Как сказал Габриэль Марсель, высшая правда о нашей душе, и только о душе, заключается в том, что существовать для нее значит быть в пути. Дорогие друзья, дорогие друзья, господи, господи. Я, конечно, хочу поблагодарить тех, кто действительно получил эту огромную идею и свою vision чтобы приобрести эти два слова, «путинь это вместе», «клажь это вместе», «Антарктик Пьеннале». Having this vision and seeing it through and implementing it. And, of course, thank you to Marina Loschak for being a host and having the inauguration of the Antarctic Biennale Vision Club in this space. What is this Antarctic Biennale Vision Club? It is actually there to continue Продолжение следует... Продолжение следует... То есть это очень экстремальное, даже антарктическим летом, достаточно экстремальный континент. А это означает, что ты можешь делать там не все, что захочешь. Это означает, что не всякий первый попавшийся проект может прижиться. То, что приживется среди льдов и под этим небом, то воистину достойно того, чтобы существовать дальше. То есть это удивительная экология присутствия, которая как раз и говорит, что все сухие второстепенные ветви отпадают, а то, что приживется, то воистину приживется. И это тоже прекрасный урок, который нельзя не вынести из этой антарктической экспедиции. Но как удивительно было общаться с этими существами, с китами, которые общались с помощью танца, с пингвинами, которым мне посчастливилось прочесть лекцию, посвященную идее чистого созерцания. И они добросовестно слушали практически целый академический час. Алена Йоханссон пообщалась с тюленями и что-то им рассказала, и они выслушали ее. Сама эта идея вступить в общение с обитателями Антарктиды, она невероятно провокативна, она возникает почти у каждого. И в какой-то момент понимаешь невероятно важную вещь, опять-таки. Мы, люди, привыкли относиться к окружающим нас животным в силу того, что они приносят нам какую-то пользу. То ли молоко дают, как коровы, то ли сторожат, как собаки, то ли еще что-нибудь. А здесь свободные, бесстрашные животные, которые не приносят никакой пользы. Но именно поэтому с ними так интересно общаться. Единственный в мире подобный опыт, скорее всего, был у индейцев Мезоамерики, у ацтеков, альмеков и тольтеков. Которые, с точки зрения европейцев, приручили невероятное количество животных, причем непонятно для чего. Они руководствовались простым принципом. Приручай все, что приручается. И не ищи себе никакой пользы. Беседуй с ними, вступай с ними в коммуникацию. Быть может, мы вместе составим какое-то более интересное сообщество, комьюнити человечества. Это в Антарктиде совершенно очевидно. То есть там действительно можно, отбросив все соображения престижа, пользы, самолюбия, воспаленного авторствования, просто приручать то, что приручается. И вот вступать в это такое открытое, в чем-то бесхитростное существование. Но одновременно, конечно же, мы понимаем, что это пока еще свободное, чистое от ошибок земля, предстает перед нами как земля будущего. Моя работа была названа «Вестбюль». И это после того, как в системе вестибуларного системе, который является системой внутри вашего языка, который выясняет, когда вы двигаетесь. То есть, если вы падает, третий, движетесь, ваш системе вестибуларного системы, ликвид и тиши в вашем языке является сенсивным к этой испытаниям. Этот системе имеет limitations, though. И это часто испытывает по-настоящему авторствам, по-настоящему авторствам, и кто-то работает в обществе, который постоянно в движении. Пилоты, как вы видите в этом видео, у них много тренировок, чтобы научиться избежать эту ошибку в вашем системе вестибуларного системы и верить в их инструменты. Но, все равно, это так мощный чувство что почти 20% из всех авторствийных авторствий за 불оком исключительных информации. Следующая, мне. Следующий, в следующий. На корабле, высажение в свежื่ drogue в вашем собственном отношении. Это ощущение о просмотренном обществе, что вы видите на обществе, что вы видите на обществе, вы видите на обществе, вы видите на обществе, что вода не двигается, но целый корабль стремится вперед и саду-саду-саду. Дисагременно между тем, что вы чувствуете и тем, что вы видите, это то, что вызывает сезон. И что я интересуюсь в том, что двое твои сенсы соглашаются, но ни одного из них нет. Вы просто нужно ajustать свои думки чтобы понять, что вы не можете видеть изменения, что есть реальность. Ушуайя и Антарктик Пенинсула и обратно. Эта работа стала более активной, когда мы прошли очень ровные воды от Дрейка Пассажа. Sometimes there's 40-фот waves in this area where the Atlantic and the Pacific and the Antarctic waters meet. With the help of the crew of the Academic Vavilov, I mounted four motion-stabilized chairs onto beams in a room at the bottom of the ship. These are the chairs you see here. They hung free of the movement of the ship, like pendulums. Next slide, please. In front of the chairs was a live projection of what was directed directly in front of the ship. Next slide, please. Next slide, I installed a CCTV camera at the front of the ship that you could watch a live feed of the horizon from these chairs. Basically, the chairs move with the horizon. So when you walk into the room, what you would see is the chairs moving and you would see in the video image the horizon moving. But in fact, what's happening is the chairs are the only thing that's actually still in the room and the horizon is, of course, also still. So I wanted to shift the perception of where the movement is happening and return it to realize that actually your entire visual environment in the boat is moving. So in a moving environment, how do we know where to trust or what to trust? If what works perfectly well in making decisions in a fixed and predictable setting fails in a moving and dynamic world, what systems do we have to fall back on to re-establish what is reality? In the moment, when we are talking about this, two of our ships, the Academy of Joffrey and the Academy of Lavillov work in Antarctica and on the board are our scientists who are in a continuous fashion, who are in a continuous fashion and they are in a continuous fashion in the sea of the陀佛 Drake. With no doubt, I can say that such a program in the world there is no. So two ships throughout the season they are in a continuous fashion in the sea of the陀佛 Drake. Why do we do it? Мы делаем это для того, чтобы понять климат нашей планеты. Поскольку Антарктика — это огромная территория, огромная территория с огромными массами воды, которые переносят тепло между океанами, между Тихим океаном, между Атлантическим океаном. И по большому счету, можно сказать, там формируется та погода, которую мы имеем здесь. Не изучив эти процессы, не понимая, что там происходит, мы фактически не можем сказать, что происходит с той средой обитания, в которой и мы с вами находимся. Существующие проблемы. Какие проблемы? Безусловно, я бы хотел остановиться на том, что существует и непонимание в мире того, что надо измерять. То есть мы должны измерять ту среду обитания, в которой мы с вами находимся. Особенно такие труднодоступные антарктические районы. Вот здесь показаны те приборы, с которыми мы работаем. То есть мы измеряем температуру, соленость, течение, биологические элементы. То есть не изучив среду, мы не поймем, что с нами происходит. Рутинная работа, которая требует огромного напряжения сил. К сожалению, надо сказать, что существующие ныне в мире проблемы, недостаток финансирования, разобщенность национальная, разобщенность между профессиями является, с моей точки зрения, достаточно большой преградой для того, чтобы понять сложность окружающего нас мира раз и объединить наши усилия для того, чтобы мы все вместе сконцентрировались на изучении нашей замечательной планеты и мирового океана, который, безусловно, является одним из основных частей климатической системы Земли. Для чего мы участвовали в этом биеннале? Опять же, исходя из того, что я считаю, что рамки барьеры национальные, государственные, дисциплинарные являются огромным, огромным, с моей точки зрения, барьером на пути исследования, исследования окружающей среды. Поэтому понятно, что океанологи, замкнувшись в своей среде, изучая просторы мирового океана с утра до вечера, являются достаточно узкими специалистами. Вот тут было сказано, что экипажи судна на первых порах восприняли художников с непониманием. И потребовалось колоссальное количество, ну не колоссальное, а продолжительность биеннале потребовалась для того, чтобы экипаж воспринял современное искусство. Принципиально важный момент, абсолютно важный момент. Физики должны понимать лириков, климатологи должны понимать тех людей, которые занимаются сушей, ученые должны понимать художников. Только объединение усилий, концентрация усилий на объединении, на комплексном представлении о том, что мы, каждый в отдельности, как профессионал достигли, может привести к тому, что мы в комплексе, приложив все свои творческую энергию и свои знания, сможем изучить нашу планету. Без искусства, которое является, с моей точки зрения, таким наиболее острым, наиболее восприимчивым направлением деятельности человека, трудно понять, что делают ученые. Я надеюсь, что те художники, которые участвовали на борту нашего судна в экспедиции, хотя бы частично приобщились к тому, что мы изучаем в Антарктиде. С другой стороны, и экипаж судна, и ученые, которые там находились, посмотрев, что создается, как творится, как реализуется человеческая идея или мысль, у них прямо на глазах, поскольку биеннале это было фактически это же мгновенное явление. То есть можно было наблюдать, как вы видели, процесс создания объекта, его реализации. То есть творческое начало человека. Для этого, безусловно, такие акции, которые мы будем всегда поддерживать, являются, с моей точки зрения, принципиально важными и необходимыми, чтобы преодолеть средневековые барьеры и перейти к эпохе Возрождения, которая объединяла в свое время и искусство, и науку, которые были неотделимы. И эти эпохи создавали, с моей точки зрения, именно были эпохами процветания человечества, гуманитарного, естественно, научного и комплексного подхода к понятию об окружающей среде. Если эта биеннале продвинула нас в этом направлении хотя бы на миллиметр, с моей точки зрения, считаю, задача уже выполнена. А мне кажется, я знаю реакцию экипажей, она уже выполнена. И в этом плане большое спасибо всем художникам, которые принимали в этом участие. А мы со своей стороны постараемся, если продержимся еще на плаву, а мы не собираемся тонуть, мы будем поддерживать такие акции и впредь. Большое спасибо всем художникам и большой всем слушателям, которые не присутствуют. Спасибо! My name is Lou Shepherd. I'm from Canada, which is not so far away from here if we go over the Arctic, but quite far if we travel sort of circumferentially. I became involved in the Antarctic Biennial By way of the open call for artists So in my practice I've been thinking about ideas Or working with ideas of wilderness And thinking about the ways that wilderness as a concept Is really about a space of non-meaning Or a space of like a lack of meaning Attempts to map, chart or describe And even colonize a wilderness Are anathema to wilderness itself Which is of course by definition Outside of charted territory So in dealing with ideas about how art Might approach wilderness I arrived at this idea of gesture Essentially that we might apprehend wilderness by pointing Rather than by walking up and actually depicting it So these ideas are responding of course To this concept of frontier Which when we talk about art in Canada and in the US We're dealing a lot with this sort of legacy of colonization And thinking about frontier Antarctica is perhaps the most wild place on earth In Canada and I imagine in Russia There's an affinity for Antarctica Because of our proximity to the Arctic However, while the Canadian Arctic has an indigenous population And has industry Antarctica has no indigenous population And no industry outside of scientific research And lucky tourists that get to go So the Antarctic biennial was for me a chance to really consider What wilderness and how we might approach wilderness in art could be So this is just a section of the Antarctic peninsula Which is the part of the continent that we traveled on the Antarctic biennial And in my project I started with this idea of working backwards So I wanted to start with what we do know about Antarctica The data, the maps, the temperature gradients As a way of pointing towards what we don't So what is outside of comprehension about this wilderness So placing the contour of the map on a musical grid I was able to actually notate this map as a piece of musical notation So the lacuna, which is to say The failure between the two meaning systems to align The meaning of the map and the meaning of the musical score Provides a gap in meaning Similar to the space of wilderness that I've been seeking to apprehend The meaning of the images that I've been seeing Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok